Девушка не сольская. Ее только наказаться у меня только за это. Лица не отворачивает, слегка опускает глаза. В зале суда обвиняемая одна. Все остальные потерпевшие. Они просят реальный срок для экс-директора турфирмы «Турлидер Плюс» Дарьи Праведной, которая в 2018 году взяла с них деньги за заграничные туры. Вот только отдыхать никого не отправила. И вообще в плыне укладывается столько пенсионеров. Мы уговорили нашу племянницу, которая вдовой стала. И прямо вот мало срока прошло, мы уговорили, что надо отдыхать по нему. Был судебный срок, ну и, конечно, возвращение денег не спрятать. В списке пострадавших 30 человек. Общая сумма ущерба больше 5 миллионов рублей. В среднем один клиент потерял по 200 тысяч рублей. Я хочу сказать прошу прощения за такую ситуацию, которая сложилась у потерпевших. Государственный обвинитель требует взять праведную подстражу и лишить ее свободы на 4 года. Адвокат считает такое наказание для своей подзащитной чрезмерно суровым. Международная подзащитная не подтверждается по тем основаниям, что в данном уголовном деле отсутствует один из признаков состава преступления. Это субъективная сторона преступления, которая выражается в отсутствии именно умысла совершения преступления. Прокуратура еще год назад объясняла, как неправедно действовала праведная. Она привлекала клиентов низкими ценами по сравнению с другими фирмами, помогала людям взять кредит, а затем якобы бронировала туры. Но сам продукт сделки до клиента не доходил. И вы просите устроить подсрочку наказания до достижения ребенка 18-го, так как никому не было данным на лишних испытаний. Что 4 года сейчас ей на прениях было объявлено, я даже считаю, это маловато, потому что столько людей пострадало из-за нее. Когда защитник сказал, что вообще она ни в чем не виновна, и надо подумать о том, что у нее ребенок растет, в голове не укладывается. Я педагог по образованию, думаю, почему же она о ребенке о своем вообще не думала все года. Люди требуют наказания, некоторые даже все 6 лет лишения свободы. Считают несовершеннолетний ребенок обманщицы не повод смягчать приговор, а лишь повод лишить обвиняемого родительских прав, говорят потерпевшие. Вердикт суда мы услышим через неделю.